Так, итак, коллеги, всем привет! Только можно вывести изображение. Итак, коллеги, всем привет! Сегодня мы поговорим о том, что такое malware as service, как это работает и что мы видим в Darknet. Меня зовут Александр Забровский, я digital footprint аналитик лаборатории Касперского. Интересуюсь асинтом, TI, трэдхантингом. В свободное время иногда играю в CTF в составе команды Binary Beers на 2C. И в более узких кругах меня знают как лауреата русского медвежонка. И прежде чем начать, я бы хотел упомянуть о том, что у нас есть трилогия статей на тему, связанную с Darknet. Соответственно, в первой статье рассказывается о том, какие там есть вакансии, сколько там предлагают, спойлер, работаем, где работали, все нормально, ничего, все хорошо. Во второй статье рассказывается о том, кто такие гаранты и как регулируются сделки в Darknet. И третья статья, это уже как раз таки моя статья, из чего состоит Malware as Service. Почему я вообще решил изучить эту тему? Дело в том, что иногда я читаю новости, смотрю различные ресерчи и очень часто вижу упоминания Malware as Service. И все. Вот оно так и в основном указывается. Данное семейство Malware as Service неподробно, данная тема не раскрыта, как мне кажется. И прежде чем начать, вообще деньги – это основная мотивация большинства киберпреступлений. В связи с этим появилась и данная модель Malware as Service. Соответственно, данная модель позволяет содержать команду злоумышленникам, получать стабильную прибыль и сдавать в аренду ВПО менее подготовленным злоумышленникам, тем самым распространяя, сильно увеличивая распространение данного ВПО. Соответственно, в данной бизнес-модели клиент, который пользуется услугой, называется партнером. Продавец, который предлагает услугу, называется оператором ВПО, а само предложение называется партнерской программой. И тут я бы хотел поговорить о проблеме Malware as Service. Вообще что-то как сервис пришло к нам из облачных технологий. это те самые Software as Service, Platform as Service, Infrastructure as Service. И дело в том, что масс очень часто сравнивают с SAS. Ну, казалось бы, да, круто, всего одну букву поменять, в принципе, классно. Но здесь есть один нюанс. Дело в том, что Software as Service – это разработка и поддержка какого-то продукта, и ключевое здесь размещение его на своей инфраструктуре. В Malware as Service это не всегда так, и мы дальше, в принципе, это обсудим. Соответственно, из предложений не всегда понятно, предоставляется ли какая-то инфраструктура операторами ВПО, и возникают множественные ошибки в классификации ВПО как масс. И, соответственно, слева мы видим как раз-таки пример представителя Raccoon Stealer, который говорит, что мы как были масс, так и будем, все хостим сами. Я переведу на русский, и он говорит, что все ваши логи как хранились у нас, так и будут храниться, мы будем иметь доступ ко всем вашим данным. Проанализировав, в принципе, Malware as Service во всех источниках, включая открытые, теневые, телеграммы, мы выделили, соответственно, основные компоненты Malware as Service. Во-первых, можно выделить команду, которая состоит из нескольких человек. То есть это могут быть разработчики, администраторы, поддержки, тестировщики и так далее. Партнерам предоставляется хостинг. Тот самый Bulletproof хостинг, про который, кстати, вчера рассказывали, он используется в качестве C2 сервера. Партнерам также предоставляется административная панель, которая необходима для того, чтобы удобно взаимодействовать с C2 сервером. Оплата, как правило, происходит в криптовалюте. Осуществляется она либо в виде подписки ежемесячной, либо взимается процент от прибыли в случае, например, с вымогателями. И, соответственно, операторы ВПО постоянно улучшают зловред, интерфейс, реализуют билдеры, которые могут быть, например, реализованы и в административной панели, или могут быть реализованы в виде отдельного ВПО. Соответственно, партнерам также предоставляются инструкции, и присутствует поддержка для, соответственно, партнеров, которые осуществляются либо через административную панель, либо через Telegram, и иногда она работает в режиме 24 на 7. Проанализировав вообще различные семейства, также в теневых сообществах, в открытых источниках, с 2015 по 2022 год мы выделили 97 семейств зловредов, которые были замечены в распространении по данной модели. И, соответственно, эти 97 семейств мы распределили на 5 категорий. Соответственно, это программы-вымогатели, инфостилеры, батнеты, загрузчики и бэкдоры. Соответственно, батнеты, загрузчики и бэкдоры были объединены в одну группу, потому что зачастую у них достаточно есть часто общая цель — это именно загрузка и исполнение вредоносных команд уже на зараженное устройство. И как мы можем видеть, из 97 найденных семейств, большинство как раз-таки принадлежит вымогателям. Тут стоит оговориться, что вымогатели делятся на шифровальщики и блокировщики, но если мы говорим все-таки про масс, то это именно про шифровальщики. Поэтому я буду говорить и вымогатели, и шифровальщики. В принципе, тут все хорошо. Соответственно, дальше у нас идут инфостилеры. Они занимают 24% и последнее место разделили между собой батнеты, загрузчики и бэкдоры. Поделили между собой 18%. В принципе, на самом деле, можно объяснить, почему вымогателей было больше всего, потому что я говорил, что деньги — это основная мотивация большинства киберпреступлений, и, соответственно, вымогатели способны получить больше прибыль по сравнению с другими семействами МПО. И здесь мы, соответственно, проанализировали теневые сообщества на упоминание всех найденных семейств в теневых сообществах. Стоит оговориться, что это только теневые форумы, без телеграммов, без открытых источников. И на самом деле мы можем наблюдать такую картину, что по упоминаниям по активности лидируют именно инфостилеры. На втором месте у нас как раз-таки идут шифровальщики. И на третьем батнеты, загрузчики и бэкдоры. Но тут стоит оговориться, что с 2018 по 2021 год, в принципе, они шли достаточно вровень, и в 2021 году их пути разошлись. Казалось бы, странно, да, как так получилось, что у нас больше всего шифровальщиков, а по активности лидируют именно стилеры. Об этом мы еще поговорим, и я объясню, почему так происходит. И прежде чем мы вообще обсуждаем, конечно, активность, тут стоит оговориться, что на самом деле вся активность перетекает с форумов в телеграм. У меня вопрос к залу. Зал, скажите, как вы думаете, одним словом, почему это происходит, почему активность с форумов перетекает в телеграм? Удобно, да, прозвучало. То есть на самом деле в телеграме можно реализовать каналы, можно создать, настроить бота, и можно вести активный чат. На самом деле на форуме это достаточно проблематично сделать. Но есть на самом деле несколько ключевых моментов, благодаря которым форумы все-таки будут жить еще очень долго. Вот представим такой абстрактный форум. Здесь у нас есть профиль хекера, и у него есть репутация. Соответственно, репутация — это такая мера, которая показывает, насколько вообще можно доверять злоумышленнику. Также на форумах присутствует депозит. Депозит также показывает то, насколько можно доверять злоумышленнику. И если мы, например, рассматриваем какой-нибудь кардерский форум, то мы увидим там продажу сим-карт, продажу дебетовых карт, разные сервисы обнала, залива, миксеры. Там же могут, например, стилеры распространяться. В общем, очень много страшных слов, но суть в том, что куча сервисов находится в одном месте. И это удобно, конечно, да. И также присутствует гарант, состоящий из участников форума с высокой репутацией. И есть арбитраж. Это местный суд, и в роли арбитров как раз-таки выступают также участники форума с высокой репутацией. И чтобы было вообще понятно, как это все между собой взаимодействует, давайте представим, что хекер открыл сервис по отмыву денег. Соответственно, чтобы привлечь больше клиентов, он добросовестно выполняет свои обязательства, свою услугу. У него растет репутация. Он хочет привлечь еще больше клиентов. Он вносит на форум крупный депозит. Дело в том, что пока депозит лежит на форуме, эти деньги принадлежат форуму. Соответственно, в какой-то момент хекер решает кинуть всех своих клиентов. В этом случае жертвы создают заявки в арбитраж, где они доказывают, что их кинули, и арбитры уже, соответственно, разбираются в данных ситуациях и принимают какие-то решения. Поскольку у нас действительно такая ситуация, что хекер решил всех кинуть, появляется множество арбитражей к нему, и, соответственно, компенсация возвращается как раз-таки из этого депозита. Но что происходит, если общий ущерб жертв больше, чем депозит? То он на самом деле просто распределяется пропорционально по уровню ущерба. И, в принципе, вот так работают форумы, ну и, соответственно, хекер получит статус кидала, и он заблокируется на одном форуме, и на соседних форумах он также его везде заблокирует. Собственно, наличие репутации, депозита, множество сервисов, гарантов и арбитражей, собственно, позволит форумам жить еще на самом деле достаточное время. И мы переходим к схеме вымогателей. Это тот самый ransomware as service. Вообще выделяют отдельно, конечно, вымогатели, но с таким же успехом можно говорить стилер как сервис, лодер как сервис. То есть это все малварь, малварь делится на вот эти вот категории. Вымогатели, инфостилеры и так далее. Итак, партнер хочет вступить в партнерскую программу. Соответственно, первое, что он должен сделать, это пройти собеседование. К партнеру выдвигаются достаточно высокие требования, то есть ему нужно либо продемонстрировать рекомендацию о действующем партнера, либо иметь высокую репутацию на теневых форумах, либо предоставить пруфы, что он уже участвовал в партнерских программах, или, соответственно, продемонстрировать с них выплаты. И также может присутствовать символический депозит в один биткоин. Соответственно, это используется для того, чтобы партнер показал свои намерения. И также, на самом деле, операторы ВПО защищаются от исследователей ИБ и от правоохранительных органов. Соответственно, после успешной атаки этот депозит возвращается в партнеру. И, соответственно, можно выделить основные правила, которые также выдвигаются для партнера. Во-первых, ничего нельзя выкладывать на VirusTotal. Почему? Ну, потому что мы можем скачать файл оттуда, проанализировать, ну и все. Соответственно, не использовать в качестве жертв компании из определенного списка стран. Соответственно, это у нас реализуется модулями ВПО. То есть, когда мы запускаем ВПО, там происходит проверка по языку системы или по раскладке клавиатуры. Если есть матч, то ВПО просто перестает работать. Соответственно, есть еще различные требования. Например, не работать в нескольких партнерских программах параллельно, не допускать перерыв в активности, не передавать билды аккаунта третьим лицам и не распространять адреса панели в ТОР. В случае с нарушением правил операторы ВПО грозятся блокировкой партнеров и в случае с вымогателями передачи ключей дешифрования, соответственно, жертве или антивирусной кампании. И вот как раз-таки мы видим пример, как в конце 2022 года была зашифрована детская больница СИК-КИДС, и, соответственно, это пост лоббита, и они говорят, что мы приносим извинения за эту атаку, наш партнер нарушил правила, мы возвращаем ключ дешифрования и кикаем его из нашей партнерки. Все. Итак, мы рассмотрели этап собеседования. Дальше после успешного прохождения партнер получает билд и учетные данные для панели в ТОР. Соответственно, партнер их вводит. Как я говорил, административная панель нужна для того, чтобы удобно взаимодействовать с Command Control сервером. И, соответственно, мы видим, уже выстраивается несколько человек. То есть есть менеджер, есть разработчики, администраторы, также есть еще, например, тестировщики. И они, в общем, разделяют роли и поддерживают работоспособность вот этой всей системы. Соответственно, пример как раз-таки вакансий – это как раз-таки тестировщик, которых я упоминал. Вы, в принципе, можете ознакомиться с требованиями, конечно. Я пока расскажу вообще, кто такие тестировщики. То есть они раскатывают, получается, создают какую-то инфраструктуру и на ней тестируют вообще, как работает ОПО, во-первых. А потом они еще раскатывают туда защитное решение и проверяют, типа, детектируется что-то или не детектируется. Собственно, алчность, умение хранить тайны, высшее образование – 1000 долларов в месяц. Интересное, конечно. Ну ладно. Итак, дальше, соответственно, партнер может обратиться в поддержку, как правило, через административную панель или у него есть, например, какие-то контакты операторов ОПО. И поддержка как раз-таки уже предоставляет инструкции, мануалы, плейбуки для своих партнеров. И как это выглядит? Да вот, например, это были утекшие мануалы КОНТИ. Соответственно, в них указывалось, как дампить ЛСАС, как осуществлять первоначальный доступ, повышать привилегии и так далее. Начитавшись инструкцией, партнер самостоятельно ищет доступ в инфраструктуру компании. Соответственно, самые распространенные методы – это фишинг. Это RDP VPN доступы, логи инфостилеров, утечки, а также связки эксплойтов с RAD-эксплойтом. И все это есть в Darknet на самом деле. То есть как раз-таки на первой верхней картинке мы видим пример продажи RCE уязвимости в какую-то компанию за 1000 долларов. На нижней картинке мы уже видим продажу RDP доступа с базой данных клиентов за 2000 долларов. Вообще у нас есть на самом деле исследование, ее делали мои коллеги Юлия Новиков и Сергей Щербель, о том, сколько стоит доступ к инфраструктуре компаний. И на самом деле цены на доступы примерно стоят пару тысяч долларов. То есть в среднее по больнице берем. То есть не так много на самом деле. И как раз-таки мы видим справа пример того, как распространяются логи инфостилеров. То есть мы видим там какие-то архивы, но о логах инфостилерах мы еще сегодня поговорим. И вот проникнув в инфраструктуру, когда жертва запускает ВПО, происходит коммуникация с Command Control сервером. Вон он находится у нас, кстати. После коммуникации происходит повышение привилегий, горизонтальное перемещение. И многие знают, что в качестве связи с Command Control сервером и для горизонтального перемещения часто используется такой легитимный инструмент Cobalt Strike. Соответственно, мы проанализировали также Cobalt Strike упоминания на теневых форумах. И мы увидим, что с 2018 по конец 2021 года у нас происходил прям активный рост активности. И с чем это было связано? На самом деле, очень много упоминаний связано с продажей лицензионных ключей на теневых форумах, а также со взломом различных версий данного программного обеспечения. Итак, мы, так сказать, повысили привилегии, сделали горизонтальное перемещение, затем у нас происходит кража данных. У нас здесь появился блок втор. Соответственно, данные крадутся, утекают в блок втор, которые также поддерживают операторы ВПО. И, соответственно, на самом деле для этих целей также могут предоставляться операторами ВПО какие-то специализированные стилеры. Ну, то есть наверняка слышали стилбит от логбита. Ну и давайте как раз-таки тогда рассмотрим их блок. Соответственно, мы видим, что блок находится у нас в сторе по унион-домену. И здесь представлены как раз-таки жертвы. И мы видим, то есть домен жертвы указывается какое-то послание, время, через которое данные будут опубликованы, сумму, которую нужно оплатить, чтобы данные были удалены с сервера, по словам операторов ВПО. И, соответственно, вот там в углу мы видим еще счетчик просмотров. На самом деле блок также используется для дополнительного давления на жертву. То есть когда зашифровали данные, так еще счетчик просмотров висит. И помимо блога также для давления на жертву могут использоваться параллельные DDoS-атаки, могут устраиваться спам-звонки и рассылки. И, соответственно, могут печататься требования на принтерах, пока вообще не закончится бумага. Данные украли, опубликовали в блоге. Дальше удаляются бэкапы. Часто это реализуется модулями самого ВПО, то есть которые удаляют, например, теневые копии. И после этого мы переходим к шифрованию данных. Шифровальщики используют гибридное шифрование. То есть это когда генерируются асимметричные ключи на сервере злоумышленника, есть также симметричный ключ, открытый и алгоритм создания асимметричных ключей вшивается в билд. Соответственно, после запуска ВПО у нас создаются асимметричные ключи и происходит шифрование файлов. Причем каждый файл шифруется своим симметричным ключом. Почему это вообще так было сделано? На самом деле раньше все файлы шифровались одним симметричным ключом. И на самом деле в теории по большому числу шифрованных данных есть возможность восстановить ключ. И такие примеры на самом деле были. Поэтому каждый файл сейчас шифруется своим ключом. После того, как файл зашифрован, у нас шифруется асимметричный ключ открытым асимметричным, и вся эта связка как раз-таки внедряется в файл. После чего происходит удаление асимметричных ключей с устройства жертвы. Соответственно, чтобы всю эту байду расшифровать, нам нужен закрытый ключ, который хранится только на сервере злоумышленника. Это на самом деле примерная схема. На деле она еще может быть достаточно сложнее и еще лучше. Там на самом деле могут генерироваться еще пара ключей, например, на устройстве жертвы. То есть там такая прям схема получается. И после того, как данные были зашифрованы, на устройстве жертвы создается вымогательская записка, в которой жертве, как правило, достаточно часто предлагают скачать тор, перейти по ссылке, где откроется какой-то чат, и дальше там говорят, следуйте в дальнейшем указаниям. И мы как раз-таки переходим к стадии выкупа. Соответственно, переговоры происходят через панель в тор. То есть вообще переговорами с жертвой могут заниматься как партнеры, так и операторы выкувов в зависимости от партнерских программ. Соответственно, если это делает оператор, то у партнера, как правило, есть доступ к переписке, где он читает все. Если же этим занимается партнер, то он как раз-таки делает это через ту самую панель, которую ему ранее выдали. И, соответственно, если жертва оплачивает выкуп, партнер получает от 60 до 90% от, соответственно, оплаченной суммы. После чего, соответственно, происходит дешифрование файлов. Happy end. Давайте еще раз рассмотрим схему. То есть мы прошли собеседование, получили учетные данные для панели тор, build, ввели данные. У нас вся инфраструктура предоставляется операторами ВПО. Обратились в поддержку, получили инструкции. Сами осуществили первоначальный доступ, нам подсказали, как это сделать. Дальше коммуникация C2, обычная метра на самом деле, чуть-чуть сокращенная. Дальше у нас крадутся данные, удаляются бэкапы, шифрование данных, переговоры, выкуп, дешифрование. Вот так, в принципе, выглядит схема ransomware as a service. Мы также проанализировали несколько семейств, их активность в теневых сообществах. Я сейчас не буду подробно ничего рассказывать, просто покажу вам такие вот графики. Соответственно, первое – это у нас семейство Ганткраб. Первый пост мы, соответственно, увидели 2 февраля 2018 года. Проект активно развивался. В какой-то момент перестали выпускаться обновления. 31 мая 2019 года появился пост закрытия партнерки. Соответственно, они сказали, что мы все ключи дешифрования удалим, а всем своим партнерам отрубим доступ к их панелям. Ну, соответственно, мы увидим, на форумах появились арбитражи. Дальше мы рассмотрим Revell. Соответственно, некоторые исследователи, например, предполагают, что Revell и Ганкара, в принципе, могут быть связаны между собой. Соответственно, здесь я отметил события, как Revell вошли на один форум и внесли там депозит 1 миллион долларов. Соответственно, это тогда было 99 биткоинов. Дали известный кейс на атаку на цепочку поставок Кассея, после чего инфраструктура Revell была отключена. После этого появились новости о том, что появился декриптор, а также крипто-бэкдор, который позволял операторам ВПО обманывать своих партнеров на этапе выкупа. И, соответственно, мы помним кейс в начале 2022 года, когда были арестованы 14 человек. И мы переходим к конте. Соответственно, здесь также матчится очень хорошо, достаточно много событий. Соответственно, это утечка плейбуков, это утечка исходников и чатов. Соответственно, внутри, в ходе разногласий, как раз-таки в конце февраля это было сделано. И в апреле конте терроризировали Коста-Рику. И исследователи предполагают, что это было связано с тем, чтобы распылиться на мелкие партнерские программы. И, в частности, как раз-таки в апреле появился блокбастер, который, как предполагают исследователи, также связан, например, с конте. И ключевое событие для шифровальщиков на форумах — это атака 7 мая на Colonial Pipeline, группировкой DarkSide. И что произошло вообще после этого? После этого события 14 мая 2021 года на крупных форумах запретили распространять любые шифровальщики, будь то партнерские программы, будь то аренды или просто вымогатели. И, собственно, вот так это выглядело. И сейчас, на самом деле, на крупных форумах нельзя распространять шифровальщики. Но тут стоит отметить, то есть, да, все посты действительно были удалены, но все операторы, ну, они продолжили обсуждать свою активность, к ним никаких, ну, их аккаунты не были удалены или заблокированы. То есть они сейчас, в принципе, обсуждают свою активность, но не могут это делать в открытую, как-то распространять шифровальщики. Итак, мы переходим теперь к стилерам. Также партнер хочет вступить в партнерскую программу, он проходит собеседование, соответственно, там, как правило, используется высокая репутация на форумах. И здесь мы видим, оплата происходит уже на начальном этапе. В среднем, если смотреть на стилеры, то malware-сервис стилер стоит ежемесячно от 100 до 300 долларов. Ну, соответственно, там еще бывает иногда лайфтайм лицензии и так далее. Соответственно, после этого схема на самом деле похожа. Партнер получает учетные данные для панели FTOR, получает build, вводит данные в эту панель, которая связана как раз-таки с command control сервером. И мы видим, что есть какая-то команда, которая всем этим занимается. И сейчас мы рассмотрим как раз-таки, как выглядят различные административные панели. Я подумал, было бы классно найти какую-нибудь форму входа в административную панель. И я просто вбил в шадане HTTP title, стилер. И я смотрю, мне повезло, титан стилер. Я думаю, вау, как круто, я знаю этот стилер, все супер, отличный пример. 28 апреля я его закидываю в презу. Потом я открываю презу 2 мая, смотрю, там написано TITAL. И там TITAL. А там написано TITAN. Я думаю, что это такое, ошибка что ли какая-то? Я захожу 2 мая перепроверить. Ввожу тот же запрос, HTTP title, стилер. И здесь я обнаруживаю, что в первой строчке у нас есть мистик стилер. Ну, я перехожу по IP-шнику. У нас также открывается форма входа в административную панель. Но проблема в том, что никогда раньше я об этом стилере вообще не слышал. Я зашел в Google, вбил туда мистик стилер. И Google мне предложил купить какие-то очки, просто обычные очки. Как оказалось, да. Соответственно, это было 2 мая. Как оказалось, это абсолютно новый стилер. И очень быстро так получилось, что я нашел панельку. Соответственно, 29 апреля как раз-таки появился этот стилер. Тут, в принципе, видны различные преимущества, что он собирает, что он делает. Так, ну, на самом деле, к этому стилеру стоит все-таки обратить внимание именно специалистам по IP-бэп, потому что, в общем, стоит. И на данном слайде как раз-таки представлен пример административной панели Ракунстилера. Соответственно, мы видим профиль наш, мы видим в ней наш баланс, время, через которое закончится подписка. И, соответственно, у нас есть вкладки новости, билды, прокси, логи и как раз-таки саппорт. Соответственно, мы находимся во вкладке логс, здесь и билд, здесь есть информация о билдах, соответственно, есть какие-то теги, комментарии, которым можно как-то помечать, да, билды. И есть, соответственно, прокси. Поскольку Ракунстилер, как я вам раньше говорил, предоставлял собственную инфраструктуру, то им надо было использовать, ну, прокси, то есть, соответственно, это, по сути, реверс прокси, который они закупали, и, соответственно, чтобы не было прямого коннекта между жертвой и инфраструктурой, да. Дальше мы как раз-таки рассмотрим административную панель, это инфостилер Азарульт. И в данной вкладке как раз-таки представлен клипер. Вообще, что такое клипер? Клипер — это программное обеспечение вредоносное, которое находит в буфере обмена криптокошелек, соответственно, подменяет его на криптокошелек злоумышленника. И давайте рассмотрим как раз-таки административную панель Redline-стилера, очень популярного стилера, в настоящее время. Соответственно, вот так выглядят логи, которые выглядят в виде злоумышленника, то есть указывается адрес, откуда были украдены данные, соответственно, логин, пароль в открытом виде. Под этим окном располагается информация о жертве, то есть это данные, когда были украдены страна жертвы, хвит и так далее. И также там указан еще build.id. Здесь мы видим вкладки logs, статистику, нотификации, настройки, и также есть контакты саппортов, то есть с кем можно связаться и обсудить какие-то вопросы. И здесь я бы хотел обсудить вкладку builder. Как он выглядит? Соответственно, в Redline-е можно выбрать иконку, можно указать IP-адрес C2 сервера и build.id можно дать идентификатор, ну и, соответственно, сделать build. И вот мы, в принципе, рассмотрели, как выглядят несколько панелек, соответственно, дальше точно так же есть возможность обратиться в поддержку, тут был контекст, или support, и поддержка, например, предоставляет инструкции своим партнерам. И как это выглядит? Соответственно, Redline. У него есть свое руководство. Соответственно, мы видим, что они говорят, что здесь нужно арендовать самостоятельно VPS и VDS. И здесь мы приходим на самом деле к основной проблеме malware as service, которой я, в принципе, вначале говорил про аналогию software as service и про предоставление инфраструктуры. Проблема в том, что если мы загуглим Redline, то мы очень часто увидим, что его помечают как malware as service. Но, по сути, Redline не предоставляет собственную инфраструктуру. И мы видели сообщение, где Ракун писал, что мы как были массы, так и будем, все типа хостим сами. И на самом деле, если мы говорим про открытые источники, то стилеры масс помечаются как и с инфраструктурой, и без инфраструктуры. А если мы говорим все-таки про теневые сообщества, то там злоумышленники все-таки подразумевают под массом именно предоставление инфраструктуры в том числе. Соответственно, партнер почитал инструкции и осуществляет распространение зловреда. Конечно, билд, который мы рассмотрели, генерируется в панельке, он еще не готов к распространению. То есть, его нужно еще закриптовать, чтобы обойти различные защитные решения. Соответственно, эта услуга стоит от 10 до 50 баксов дополнительно закидываем к стоимости стилеров. И самый популярный, конечно, способ распространения это фишинг. Это WPU также может распространяться с помощью YouTube, и об этом мы поговорим чуть позже. И, соответственно, например, в лендинге многие могли видеть такие баннеры типа на вашем компьютере обнаружен вирус, скачайте антивирус, просканируйте. В общем, это часто очень также используется стилерами. И есть еще, например, в торрентах, там, ну, все знают, очень часто стилеры распространяются. То есть, WPU склеивается, например, к какому-то ПО, и, соответственно, эта услуга склейки, например, стоит также пару десятков баксов. После, соответственно, компрометации жертвы устанавливается связь с Command Control сервером, доступ к которому осуществляется как раз-таки через те административные панели, которые мы рассмотрели, и происходит кража данных. Соответственно, как выглядит формат логов стилеров? Это пример Азарульта, Аврора и вот третий стилер. Тут стоит отметить, что Азарульт это 18-й год, формат лога, это эти стилеры 23-й год, и мы видим, что наполнение на самом деле особо не поменялось. То есть, стилеры способны красть сохраненные пароли, формы автозаполнений, криптокошельки, причем криптокошельки у нас под угрозой как и холодные, так и горячие. и в принципе собирается телеграм, куки и делается, например, скриншот экрана. То есть, в принципе, тут все достаточно одинаково. И, соответственно, украденные данные партнер пытается отработать самостоятельно, то есть вывести, например, крипту или там обналичить PayPal, да, или перевести там деньги с банковской карты. он отрабатывает то, что он умеет отработать, а все остальное он либо бесплатно распространяет на теневых форумах, чтобы у него как раз-таки выросла репутация, ну или осуществляет продажу. Итак, какая же статистика у нас? Соответственно, с 2018 по 2022 год мы обнаружили на самом деле миллионы логов, то есть те самые вот архивы, которые мы видели, и в основном они собираются в архив и методом пост-htp, как правило, улетают на command-control сервер. Соответственно, вот такое распределение логов мы видим, это на самом деле сотни миллионов скомпрометированных учетных записей, и мы видим, что на первом месте у нас находится Redline, потом идет Vidar 31%, Raccoon, Azarul, Taurus и другие уже разделили между собой 10%. Тут стоит сказать, что в другие вошли стилеры как malware as-service, так и не malware as-service. И тут мы можем констатировать, что более 90% логов, которые распространяются в теневых сообществах, именно со стилеров, которые распространяются по модели malware as-service. И на самом деле случаются еще такие интересные казусы. Это как раз таки тот самый ракун стилер, о котором мы сегодня много говорили. Соответственно, он не пережил последний арбитраж в феврале, его забанили на форумах, он удалил свой аккаунт с телеграмм, и сейчас на самом деле судьба ракун стилера вообще неизвестна, ничего не происходит, то есть ракун стилер по сути просто исчез. И как раз таки Аврора. Аврора это достаточно молодой инфостилер был, соответственно, он прожил очень недолго, и операторы ВПО просто решили заскамиться и кинуть всех своих клиентов, они просто в один миг удалили свои телеграммы, как и основатель, так и поддержка, и все. И после этого они по сути ушли со всеми логами и с деньгами, то есть они продавали по лайфтайм лицензии также стилера и стоило примерно, чтобы вы понимали, тысячи долларов лайфтайм подписка. Соответственно, да, это еще к слову о том, что насколько на самом деле выгодно партнерам, чтобы их логи хостились на чужих серверах, которые предоставляют злоумышленники. Такой момент. И мы также рассмотрели упоминания различных семейств УПО, соответственно, инфостилеров, теневых сообществах. Это, опять же, только теневые сообщества без телеграмм, без открытых источников и так далее. И тут интересная история о том, как на самом деле Азаруль стилер украли, можно так сказать. То есть сначала его крякнули, то есть крякнули билдер и административную панель, потом основатель УПО выпустил третью версию 3.3, соответственно, потом он испугался очень массового распространения этого стилера и закрыл свою партнерку типа словами, что все приходит к концу и поэтому мы объявляем о закрытии продаж этого стилера, после чего версия 3.3 также была взломана и билдер административная панель и после этого уже разработкой УПО занимались другие злоумышленники, они первоначальные. И вот версия появилась там, несколько версий еще было, появилась уже обновленная версия 3.4, которой вообще занимались другие злоумышленники, вот такой вот пример отжатия стилера. И дальше у нас как раз таки добавляется Ракун стилер, соответственно, мы видели первый пост на одном крупном форуме 8 апреля 2019 года, потом они появились 11 августа 2019 года, ну и к слову, мы видели то, что Ракун стилер был забанен и как раз таки он отлетел сразу на двух форумах, то есть Ракун стилер не вывез один арбитраж, его забанили сначала на одном форуме и по причине бана на одном форуме его забанили на втором просто банально. И дальше мы как раз таки рассмотрим динамику упоминания редлайн стилера, соответственно, первый пост мы обнаружили 19 февраля 2020 года и казалось бы ничего не предвещало беды, но тут мы видим такой резкий скачок активности и он связан с трафферами. И дальше мы обсудим кто такие трафферы и чем они вообще занимаются. Я обещал, что я расскажу, почему все-таки упоминания стилеров больше, чем шифровальщиков все-таки. На самом деле очень большое количество упоминаний связано как раз с распространением малварных логов, которые были украдены в теневых сообществах. По сути вот так все просто. И мы как раз таки переходим к трафферам, они еще называются воркеры. Как я говорил, что деньги это основная мотивация совершения большинства киберпреступлений и заработать хотят не только операторы ВПО, но также и партнеры. Они создают так называемые команды, которые по сути очень похожи на партнерские программы. И давайте обсудим, кто же такой траффер. Траффер не имеет доступа ни к административной панели, ни к билдеру, ни к логам напрямую. Траффер и партнер общаются между собой через телеграм. На чем зарабатывает траффер? Партнер выдает трафферу через телеграм либо урезанные логи, которые прилетают со стилера, либо с процента украденной криптовалюты, либо партнер может платить трафферу фиксированную сумму за украденный лог. И давайте рассмотрим как раз таки пример, как выглядят эти команды, которые собирают партнеры. У нас проклятывается значок YouTube. Я говорил, что ВПО распространяется очень активно через YouTube. И давайте рассмотрим парочку терминов, не забираем запросы. Запросы это определенные учетные записи от конкретного сервиса. И соответственно достаточно часто на самом деле они вырезаются. Дальше идет практически моментальный бесплатный залив из SEO. Здесь как раз таки идет речь про видео на YouTube, про бесплатный залив и про PR этого видео. Дальше мы видим, что использовались в этой команде стиллеры Redline и Raccoon. Также эта тима предоставляла авточекер YouTube. Авточекер это по сути скрипт, который по кукам проверяет сколько подписчиков на канале, сколько просмотров видео. Соответственно это нужно для того, чтобы легче продвигать видео, в котором распространяется молварь. Соответственно присутствуют также саппорты, присутствуют крипт, трафер получает соответственно 70% с украденной криптовалюты и устраиваются какие-то розыгрыши. Соответственно на самом деле таких тим появилось несколько десятков в районе 50 и самый распространенный стиллер конечно там используется Redline. Соответственно мне стало интересно изнутри посмотреть, как же выглядят эти траферские команды. Соответственно это я, это тоже я с фейка, вот это я, это тоже я. Соответственно я захожу в одну такую команду и мы видим на самом деле аналогию как раз таки с партнерками. То есть у нас есть аналог собеседования, где нас просят указать ссылку на форум, предоставить как указать опыт наш. После этого в ручном формате заявка опрувится и соответственно дальше мы можем например ознакомиться с мануалами. Увидели на схемах там тоже есть мануалы, то есть тут прям все достаточно похоже друг на друга. После того, как трафер вступил получается в телеграм, начитался инструкций, у него есть выбор. Также смотрите все реализовано ботами. Он может выбрать стиллер, в данном случае слева это редлайн. Он может выбрать криптор и после этого справа показано, что видит уже юный трафер. Соответственно он уже получает полностью готовый билд, он получает его уже зашифрованный и по сути он уже его может спокойно распространять дальше. И вот как выглядит пример сервиса, крипто сервиса, соответственно, который предоставляет такие услуги и мы здесь видим он как раз таки используется API для Team, то есть тут стоит отметить, что на самом деле все очень сильно автоматизировано у них. И давайте рассмотрим как же работают траферы. Соответственно изначально трафер загружает видео со ссылкой в по на YouTube, это видео скачивает жертва, после этого крадутся различные данные и здесь нас больше интересуют куки, но данные, как я говорил, у трафера нет доступа ни к административной панели, ни к билдеру, ни к логам. Соответственно данные вытекают в административную панель, которая принадлежит партнеру. И дальше уже партнер с этой панели передает куки траферу. Соответственно если куки живые, трафер может зайти в этот канал и залить на него новое вредоносное видео. Соответственно вот так распространяется Malware, один из путей. Соответственно дальше у нас цепочка зацикливается и вот так вот распространяется Malware с помощью YouTube. И конечно лить видосы по кукам вручную это тоже неудобно. И поэтому помимо той автоматизации, о которой мы говорили, используются также сервисы автозалива видео по кукам, которые также имеют API для Team. Соответственно рядом мы видим оповещение, которое видит Traffer, что заказ выполнен, видео загружено за 11 минут и вот описание и вот как выглядит превьюшка к вашему видео, в котором распространяется Malware. Не устали еще? Нормально все? И мы рассмотрим сейчас как раз таки пример. Это пример читов под Fortnite. Соответственно здесь внизу находится ссылка на скачивание якобы чита. Используется пароль. В таких видео всегда есть пароль. Есть какие-то инструкции якобы скачай, все будет круто, установи, запусти. Там еще иногда пишут Windows Defender отключи, а то что это все-таки коряки, это нормально, так и должно быть. Соответственно что я сделал? Я перешел по этой ссылке, ввел пароль, ну скачал архив и открыл его соответственно. Здесь мы видим какое-то наполнение, но на самом деле вредоносный файл это только экзешник. Все остальное это просто фейковое наполнение, чтобы вызвать больше доверия у жертвы. Соответственно я закинул этот сэмпл на VT, мне там подсказали, ну в песочке также, я увидел, что это redline, ну и соответственно дальше, поскольку он написан на дотнете, мы можем его проанализировать. Соответственно мы открываем его с помощью DNS-PAI, находим модуль arguments и видим там такие характеристики, зашифрованные IP-адреси два сервера, какой-то идентификатор, симметричный ключ шифрования, который использовался как раз-таки для шифрования строки Command-Control сервера IP-шника. И мы видим модуль String-Decrypt, который находится там на самом деле ниже, и мы видим цепочку дешифрования, то есть from base.ch4 к XOR from base.ch4. Соответственно имея эти данные мы можем расшифровать IP-адрес Command-Control сервера. Соответственно мы выстраиваем последовательность base.ch4 XOR base.ch4 вставляем туда зашифрованный IP-шник и на выходе как раз-таки получаем IP-шник вместе с портом. Соответственно дальше мы закидываем IP-адрес на VirusTotal это действительно CNC-шка то есть там более тысячи вредоносных коммуницирующих файлов и тут я хотел обратить ваше внимание что конечно зловреды маскируются не только под читы для Фортнайта то есть соответственно мы видим и GeoBreak под iOS и Spotify и различные VPN сервисы и также ВПО очень часто маскируется под продукты Adobe и у меня вопрос к залу как вы думаете что партнер использует в качестве идентификатора в своих билдах я говорил что партнеры и трафферы общаются где они общаются между собой Telegram прозвучал да правильный ответ и это действительно так то есть партнеры общаясь с трафферами с помощью Telegram для удобства вшивают прямо в билд в открытом виде их Telegram никнейм и соответственно я хочу вам продемонстрировать как раз таки понтового пирожка то есть мы просто заходим в его телегу видим работаем карлики находим его профиль на форуме ну и как-то так в общем-то это происходит в принципе у меня на самом деле все спасибо за внимание также переходите по ссылке там лутайте мерч отвечайте на вопросы если есть какие-то вопросы то в принципе я готов на них ответить здравствуйте спасибо за доклад вот такой вот вопрос как операторы защищают свое ВПО от копирования когда у нас вы рассказывали историю про мастер и когда у нас уже оно разворачивается локально так еще раз можешь чуть уточнить вопрос но как операторы защищают свое ВПО от копирования когда у нас разворачиваются они локально вы рассказывали про мастере про мастере да 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 что оно уже разворачивается не на серверах злоумышленников а уже сами юзеры которые покупали себе доступ сами себе разворачивали я сейчас чуть не очень понял вопрос давай я тебе после отвечу на него давайте какой-нибудь другой вопрос да здравствуйте спасибо за доклад хотел спросить а как еще можно лить трафик кроме ютуба как еще распространяют ну конечно самые популярные методы это фишинг то есть например банально это вредоносный вордовский документ с макросами макросы соответственно докачивают вредонос также используются различные склейки то есть например с помощью торрента распространяются очень часто стилеры соответственно там есть какой-то по якобы кряк например и на его экзешник склеивается вредонос соответственно когда жертва запускает якобы установщик он действительно запускает установщик но также он еще устанавливает молварь себе и соответственно еще один пример это когда например у нас есть какой-то лендинг и я в принципе рассказывал то есть там какой-то баннер который побуждает тебя сделать какое-то действие типа у тебя все плохо все сгорит пока ты что-то не скачаешь спасибо за презентацию можешь рассказать что можешь как обсуждаются вот в этих сообществах какие-то действия государств аресты или какие-то политические заявления или может быть реакция на ну вот как на колонию pipeline или на что-то еще на самом деле злоумышленники ну как как ни странно это тоже люди на самом деле да но они просто обсуждают также абсолютно любые темы на теневых сообществах вообще все то есть в принципе неважно какая тема обсуждается абсолютно все начиная с какого-нибудь ну и так же часто на самом деле и флуд распространен поэтому любые темы здравствуйте спасибо за доклад вопрос следующий я увидел что операторы впо рекламируют свои продукты так скажем через сообщения на форумах а есть еще какие-то способы привлечения новых клиентов ну конечно есть то есть это во-первых форумы и я говорил то что активность на самом деле очень сильно перетекла в telegram и для этих целей также используется и telegram то есть то есть но тут конечно стоит отметить что найти какое-то предложение не так просто ну то есть нужно злоумышленнику крутиться в этой тематике и тогда он найдет что собственно хочет найти то есть в основном это конечно telegram и теневые форумы спасибо за доклад у меня два вопроса насколько сейчас актуально правило не работаем по.ру и второй вопрос какой средний срок между внедрением и получается публикации информации и шифрованием ну первый вопрос во-первых зависит от партнерской программы на самом деле есть такое правило что злоумышленники не работают по своей стране банально то есть на самом деле это правило по сути никак не изменилось по поводу второго вопроса но здесь на самом деле может быть абсолютно по-разному то есть злоумышленники попав в инфраструктуру могут либо выжидать какой-то момент и это может быть на самом деле очень долго либо они могут сразу штурмом навалом навалиться и пошифровать инфраструктуру то есть здесь такого прям шаблонного какого-то варианта нет есть и то и другое ну я думаю все еще вопрос просто не смотрели ли зависимость от упоминания на форумах до появления в дикой природе то есть есть ли какие-то совпадения по трендам вот у вас или в телеметрии или многие вендоры там условно они ран показывают вот в этом полугодии там квартале такой сейчас тренд есть ли какая-то зависимость от этих графиков ну я как раз таки на графиках представлял статистику только с теневых форумов и в принципе я отмечал события которые очень хорошо в принципе матчились с различными пиками ну и кстати к слову я хочу так сказать какое-то сделать предсказание такое резюмирование по поводу стилеров вообще в последнее время появилось очень много malware сервис стилеров в том числе и под linux и под mac ось и суть в том то что стилеры будут появляться очень популярны те которые не предоставляют свою инфраструктуру то есть сейчас вот я думаю прогнозирую что будет такой тренд и так же как мне кажется что появится какой-нибудь батнет по типу эмоут который уже соответственно предоставляет свою инфраструктуру в общем вот так вот как-то в общем всем спасибо за вопросы соответственно да два лучших вопросов ну во-первых я хотел выдать майку за ответ про телеграм то что было удобно вот этот вроде молодой человек ну а соответственно давайте выдадим футболку вот этому вот парню поскольку он был самый первый задал мне вопрос в общем большое спасибо рад вас всех видеть до новых встреч спасибо Спасибо.